Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. В одном из предыдущих видеороликов, еще осенью 2022 года, я рассказывал о проблемах, которые были связаны с ОСАГО и мобилизацией. Вообще, эту проблему изначально озвучил депутат Госдумы Ярослав Нилов, который 18 октября 2022 года направил соответствующее письмо, обращение в Банк России. В нем он рассказал о том, что многие мобилизованные оставили после мобилизации свои автомобили. У части мобилизованных эти автомобили используются, то есть на них передвигаются их родственники, члены семей, друзья, знакомые. А вот у некоторых получается, что транспортные средства остались невостребованными, то есть на них ездить некому, но при этом стоимость полиса ОСАГО, получается, им никто не компенсировал. Как они заплатили его за год, так эта сумма и осталась. В связи с этим Ярослав Нилов предлагал Банку России предусмотреть соответствующий механизм по возможности досрочного расторжения полиса ОСАГО для мобилизованных. В ответ на это в Российском Союзе автостраховщиков пояснили, что мобилизованные и страховые компании могут расторгнуть полис ОСАГО досрочно по соглашению сторон. Но, по сути, это являлось только правом страховой компании, а не ее обязанностью. Понятное дело, что многие мобилизованные действительно либо сами, либо их родственники по доверенности расторгли досрочно полисы ОСАГО, но никто не исключает злоупотребление со стороны страховщиков, когда они могут не достичь договоренности соответственно с гражданином и отказаться расторгать полис ОСАГО досрочно. Потому что на сегодняшний день мобилизация не является основанием, согласно действующим правилам ОСАГО, для расторжения действующего полиса. Как я уже сказал, 18 октября соответствующее письмо направил Ярослав Нилов, а уже 25 октября 2022 года Банк России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект соответствующего указания, согласно которому мобилизация как раз таки вводилась в перечень причин для возможности досрочного расторжения ОСАГО. В декабре 2022 года это указание было официально подписано и официально опубликовано на сайте Банка России. Оно было только 19 января 2023 года. Согласно тексту этого указания, право досрочного расторжения полиса ОСАГО получают мобилизованные военнослужащие, а также добровольцы. Как прописано в тексте указания, эти поправки в правила ОСАГО вступают в законную силу по истечении 10 дней после даты официальной публикации. Соответственно, если 19 января этот документ был официально опубликован, то новые поправки заработают с 30 января 2023 года. При этом, как пояснили в Банке России, для досрочного расторжения полиса ОСАГО могут обратиться как сами мобилизованные путем направления соответствующего заявления через почту, либо через личный кабинет на сайте страховой компании. Кроме того, это могут сделать лица, которые имеют соответствующую доверенность от лица мобилизованного. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео. Там у вас появится возможность сравнить актуальные предложения по ценам от большинства страховых компаний России. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, свое мнение, вы традиционно можете поделиться в комментариях под этим видеороликом. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok